Какие методы и приемы используются в процессе художественно-эстетического развития дошкольников? Информационно-рецептивные методы включают в себя наблюдение, обследование предметов и игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, освоение, показ, способы действия, беседы. В процессе наблюдения, рассматривания картин, предметов, игрушек дети знакомятся с объектами и явлениями окружающего материального мира. Познают их основные, структурные, типичные, характерные, индивидуальные свойства и качества. Практикуют многократное, повторное рассматривание игрушки или предметы, систематическое наблюдение изменений в природе, наблюдение и рассматривание предметов, учитывая возрастные возможности детей. С целью активизации деятельности детей целесообразно использование диалога, поисковых вопросов, приемов акцентирования деталей, синтеза искусств, чтения стихотворений, интересных описаний, музыкальных фрагментов, усиливающих воспринимаемый образ. Обследование, как организованный целенаправленный процесс системного и разнообразного деятельного познания объекта, способствует формированию отчетливых представлений о свойствах и качествах предметов. Ценной для художественной деятельности развитие точности восприятия некоторых моторных умений является организация разнообразного тактильно-двигательного и зрительного обследования. В начале освоения деятельности важным является представление детям так называемых обобщенных способов создания изображения, на основе которых дети могут создавать достаточно большое число рисунков. Например, круг можно несколькими деталями превратить в медведя, кошку или зайца. Краткая в 3-5 минут содержательная и эмоциональная беседа часто используется для активизации и конкретизации имеющегося опыта, вызывания ассоциаций, углубления понимания. Например, веселые и грустные краски осени, как художник пишет картины, о чем рассказывает линия горизонта в картинах. Важно, чтобы информация была целесообразной, порционной, представленной в интересной образной форме, с перспективой на последующую продуктивную деятельность. Использование образов художественной литературы, выразительных и понятных для детей стихов, загадок, потешек, фрагментов сказок, способствует настрою на предстоящую работу, стимулирует ассоциативное мышление, активизирует фантазию детей. Репродуктивные методы включают упражнения, работу с наглядными пособиями, стимулирующие многократное повторение осваиваемого. В младшем и среднем дошкольном возрасте в упражнениях происходит освоение и развитие умений. При этом они принимают вид формообразующих, как говорила Флёрина, заданий, говорящих и готовящих руку к созданию простых форм, а также игр имитаций с предметами. В старших группах упражнения необходимы в процессе создания сложных элементов. Например, узора по мотивам народных промыслов, в рисовании, освоении новых способов вырезания, приемов оригами или других. Следует отметить, что, как правило, отрицательное отношение исследователей детского творчества к использованию готовых образцов, заранее созданных воспитателей, для восприятия и копирования. Это снижает проявление творчества, способствует формированию шаблонов и стереотипов. Однако, нужно отличать так называемые технологические картины, ранее используемые названия по операционной схеме слежения постройки модели. исследования Венгер, Поробьева, Лыкова, демонстрирующие не конкретный результат, а способ достижения, последовательность действий, что важно при конструировании из строительного материала бумаги или природного материала, оригами, аппликации, некоторых способов лепки. Исследовательские эвристические методы проблемного изложения, как отмечает Комарова, относительно развития изобразительной деятельности часто используются в единстве. Данные методы активизируют самостоятельный поиск детьми интересного выразительного образа, самобытных решений в создании изображения, цветовое, композиционное решение, сочетание изобразительных техник. Некоторые исследователи, такие как Комарова и Лыкова, используют термин «художественное экспериментирование», который подразумевает активное экспериментирование в работе с изобразительными материалами, инструментами, освоение различных изобразительных техник, клексография, ниткография, рисование пластилином, пальцами, ладонная техника от тиски, лепка из различных материалов и многие-многие другие. Выделяя разные по направленности методы эстетического развития и воспитания, Курочкина выделяет следующее. Это развитие и воспитание эстетической восприимчивости окружающего мира и произведений искусства, опыта, насмотренности, то есть наблюдения за окружающей природой, социальными событиями, рассматривание произведений, сравнение и сопоставление их, синтез искусств, развитие и воспитание элементов эстетического отношения к действительности, беседы и образные интересные рассказы о произведениях искусства, творчестве художников, скульпторов, дидактические сказки, эстетической и художественной направленности, реальные и виртуальные экскурсии, образовательные прогулки, игровые методы и приемы, развитие художественно-творческой деятельности, экспериментирования, упражнения, показ способы обследования и создания, освоения способов действительности, развитие эстетических способностей, творческих умений и проявлений, способов самостоятельной деятельности. Широко применяются задания, игровые упражнения, развивающие синестезию, воображение, вкус, ассоциирование, способность воспринимать выразительность формы. В процессе работы над развитием синтетического мышления происходит создание изображения, рисование, аппликация, конструирование, отражение пластикой или музыкальным фрагментом на основе стихотворения или выразительного описания, в рамках которого необходимо услышать описанный во фрагменте образ. И найти интересные способы его отображения изобразительными средствами. Интересным является включение ситуации ролевого монолога, театрализации по мотивам рассматриваемого произведения, приемах вхождения в картину, домысливания. Реализация приемов сотрудничества возможно в совместной деятельности воспитателя и детей. Это технологии обучения рисованию детей раннего и младшего дошкольного возраста, разработанные Казаховой, а также в коллективных формах детской деятельности. Исследования Воробьева, Григорьева, Пателеева. Игровые приемы во всех возрастных группах способствуют повышению интереса к деятельности, создают позитивный эмоционально-творческий настрой, повышают эффективность процесса развития и обучения и улучшают качество создаваемых творческих работ. В младших группах в игровой форме происходит привлечение внимания к материалам, возбуждение интереса к деятельности, игра с кисточками и инструментами, обыгрывание игрушек. В старших – создание творческой атмосферы, рисуем как помощники художницы осени, клуб художников, ассоциирование и направление на поиск способов раскрытия темы, интересных образов. Выбор методов и приемов художественного развития детей осуществляется в зависимости от уровня общего художественного развития детей, возрастных и индивидуальных особенностей, видов художественной деятельности, задач обучения, воспитания и развития. С этой целью важным является позитивный и корректный анализ результатов труда, сбор творческих работ, например, составление собственного портфолио в старших группах, с последующей возможностью проведения персональной выставки-презентации в конце учебного года. Какие формы организации детской изобразительной деятельности и приобщения дошкольников к искусству практикуются в современном педагогическом процессе? Современные формы организации детской изобразительной деятельности разнообразны. Они проектируются с опорой на понимание сущности и своеобразие художественной деятельности. Это могут быть интегрированные формы, синтез искусств и интеграция видов деятельности, своеобразные игровые оболочки, образовательные ситуации. В рамках непосредственно образовательной деятельности можно выделить образовательные ситуации с разной содержательно-целевой направленностью. Например, ориентированные преимущественно на приобщение детей к миру красоты, в процессе которых проходит знакомство с художественными произведениями, диалог о проявлении красоты в окружающем мире. Также ориентированные преимущественно на развитие продуктивной деятельности и детского изобразительного творчества, построенные на интеграции видов деятельности и синтеза искусств, ориентированные преимущественно на решение задач других образовательных областей. Образовательные ситуации могут быть организованы на свежем воздухе. Например, на прогулке это рисование этюдов на пленэре, лепка из снега и декорирование природными объектами дворца для снежной королевы. Современные и эффективные формы художественно-эстетического развития дошкольников являются проекты художественно-эстетической направленности. За основу могут быть взяты интересные и предложенные детям вопросы, а также темы, предусмотренные образовательной программой. Возможны темы, предполагающие как изучение какого-то узкого ракурса, большего объема информации, так и разный уровень интеграции. Одной из интересных форм организации детской деятельности является экскурсия, как совместная деятельность ребенка и педагога. Интересными могут стать экскурсии в парки и сады города, ботанический сад, оранжерею, разнообразные музеи и выставки, библиотеки, театры, прогулки по городу к значимым социальным объектам. Целесообразно использовать в ходе экскурсии арсенал дополнительных материалов, рабочие листы и путеводители, листы активности, тактильного фонда для обследования и тому подобного. Они выступают средством активизации познания, систематизации освоенного. Также экскурсия может принимать форму игры, путешествия, сказки, истории, рассказывания тайны и проведения исследований, например, в форме популярных сегодня квестов. При этом не следует забывать, что основным объектом познания и результатом экскурсионной деятельности должны оставаться именно эмоционально-образное содержание воспринимаемого, подлинные объекты в их первичном состоянии, гармония с окружающим пространством и предметами в разнообразных связях. Как правило, экскурсионные формы более уместны в старшем дошкольном возрасте. Однако игровые формы, включающие элементы экскурсии, например, экскурсии вокруг детского сада, в гости к птице нашего участка, могут стать интересным событием и для детей младшей и средней групп. Как же организовать совместную с педагогом и самостоятельную деятельность? Наряду с образовательными ситуациями эффективной и интересной для детей является деятельность в условиях обогащения предметной среды, праздники, вечера развлечений, викторины, тематические вечера, творческие мастерские. Привлекательно детей и эффективна организация совместных детско-раздительских творческих дел, проекты, коллекционирование, сотворчество, дизайн-деятельность. Совместная детская деятельность включает разнообразные игры и упражнения, стимулирующие расширение эстетического опыта, его переработку и отражение, совместные творческие дела. Дизайнерскую деятельность детей, направленную на изменение пространства группы и игрушечного мира. Оформление тематических выставок, создание коллективных работ, исследовательскую деятельность в Центре творчества, составление разнообразных коллекций, деятельность по интересам. Интересным и важным является сопровождение и поддержка детского коллективного творчества. Например, совместное панно из рисунков или композиции или слепленных предметов, украшение уголка к дню музея и тому подобное. Важность данного направления работы в обогащении опыта содействия, обмене идеями и мнениями, начальных способах продуктивного взаимодействия в процессе деятельности. Какие средства эстетического развития и воспитания следует использовать в работе с детьми дошкольного возраста? Художественные и искусствоведческие средства – это репродукция картин, художественные фотографии, рисунки архитектурных и скульптурных объектов, предметы народных промыслов, эстетические объекты быта и природы, привлекательные для современных дошкольников – красивые игрушки. Они используются для формирования опыта на смотренности, развития художественно-эстетического восприятия. Наглядность специальных систематизированных демонстрационных материалов. Модели и дидактические средства позволяют организовать сотворчество детей и педагогов. Наглядность способствует развитию интересов, расширению кругозора, обогащению представлений и активизации детской творческой деятельности. Полезно использовать детские иллюстрированные энциклопедии и книги эстетической направленности, творческие рабочие тетради, альбомы-раскраски по определенным темам, пособия самоучителю. Развитию творчества детей, инициирование, экспериментирование и освоение способов создания изображения, поскольку выразительных образов и интересных решений способствуют наличию традиционных изобразительных материалов, таких как гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры, глина, пластилин и другие. Часто детям также предлагают масляные краски, угольный карандаш, сангина, цветная ручка, бумага масса, соленое тесто, бумага разной плотности и фактуры, возможность рисования на стекле, фольги, ткани, аппликации из природных материалов, предметов, некоторых пищевых продуктов и инструментов. Применение компьютерных технологий в художественно-эстетическом развитии детей обеспечивает информационное насыщенное поле исследования и творческого преобразования, что способствует развитию визуальной культуры, познанию разнообразной информации через экспериментирование и игру, переносу акцентов с информационных методов на демонстрационные. Современные медиаресурсы разнообразны. Это компьютерные игры, сайты и виртуальные музеи для детей, электронные энциклопедии, пособия и учебники, поурочные материалы к учебникам, электронные презентации и каталоги, включающие качественные копии предметов искусства, информацию о жизни и творчестве художников, скульпторов, истории и культуре края, истоков возникновения народных промыслов. Каковы особенности предметно-развивающей среды для детского творчества? В группах детского сада создаются уголки изобразительной деятельности или центр искусства и творчества. Данный центр объединяет разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников. Изобразительный, творческий, речевой, игровой, музыкальный. Цель центра искусства варьируется в зависимости от возрастных возможностей дошкольника. Развитие детского творчества способствует подбор специальных материалов. Можно выделить несколько групп необходимых материалов для видов детской изобразительной деятельности, рисования, лепки, творческого конструирования и аппликации. Это изобразительные материалы и инструменты детской деятельности. Кисти, ножницы, стейки, карандаши, ручки и другие. А также пособия, стимулирующие детскую деятельность и создающие ситуации упражнения и освоения. Альбомы, раскраски, технологические карты и модели. Материалы для развития художественно-эстетического восприятия. Репродукции живописных картин, иллюстрированные разными художниками детские книги. Предметы народных промыслов. Выразительная и высоко художественная скульптура малых форм. Коллекция цветов, необычных веток, камней, ракушек и тому подобное. Детская деятельность. Проявление свойств и качеств. Предметы и игрушки для обследования и обыгрывания. Материалы для развертывания игры и создания игрового пространства. На художественно-эстетическое развитие дошкольников влияет эстетичность среды помещений детского сада, групповой и раздевальной комнаты, физкультурного и музыкального залов, коридоров, участков и образ здания дошкольного учреждения. Во многих детских садах существует возможность организации изо студии, на базе которой проводятся организации ситуации по изобразительной деятельности, совместные формы деятельности, коллективные работы, экспериментирование с материалами, просмотр фильмов, видеоматериалов, выставка художественно-игровой деятельности дошкольников. Создание имени музея художественной направленности имеет общей задачей обогащение художественно-эстетического развития дошкольников, активизацию у них интереса к освоению художественного наследия, становление культуры музейной коммуникации и формирование начального опыта, коллекционирование значимых предметов. В выполнении коллекции музея могут принимать активное участие сами дети, как и родители. Значимым условием является ориентированность на социокультурные возможности и ресурсы в организации образовательного процесса, важно предусматривать открытость миру, отражение впечатлений от празднования определенных событий, традиционных народных гуляний, культурных и массовых событий, выставок, соревнований, в оформлении детского сада, тематики бесед и образовательных ситуаций с детьми, а также приближение детей к окружающему миру, по возможности посещения театров, музеев, выставок и библиотек. Мы закончили рассматривать данный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!